Шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию короткой актуальной кашути, и сегодняшней нашей темой станет каширование посуды. Мы не станем заходить во все аспекты, законы, в частности законов каширования посуды. Мы с вами поговорим сегодня об основах. Об основах каширования посуды, в принципе, правило, центральное правило, на котором все стоит, и оттуда вы можете сами делать производные, как кашировать ту или иную посуду. Нужно просто знать, что есть посуды, которые кашируются, это всевозможный металл, пластик, которые не поцарапаны, у стекла есть каширование в природных условиях, вошкиназы, допустим, устражаются со стеклом в Песах, потому что у него другие законы, фарфор и глина не кашируются, но мы не об этом. Мы будем говорить о той посуде, которая докашируется, металл и так далее, и как это работает. На чем это стоит? У нас есть правило, которое подсказали нам наши мудрецы. Кибуро кахпульто, то есть как впитал в себя, так же и выдал, то есть в принципе запрещенный вкус. Ведь дело в том, что почему посуду запрещенная, она впитывает вкус запрета, как бы она входит в ее стены, и потом, когда она нагревается снова, она этот вкус выпускает назад в еду, которая находится в этой посуде. Так вот, таким образом, как этот вкус запрещенно был впитан, так же он выходит. Таким образом, когда мы хотим вывести запрещенный вкус из посуды, мы должны проверить, каким образом этот вкус зашел в эту посуду, и сделать обратную, скажем так, и сделать тое действие, которое подходит к этому входу и выходу вкуса. Итак, например, если у вас нечаянно сварилось в одной кастрюле мясо и молоко, молочное с мясным, таким образом, вот этот вот вкус смеси, запрещенной смеси, заходит внутрь посуды, как посредством жидкости, то есть жидкого соприкосновения. Таким образом, если мы хотим вывести этот вкус наружу, то мы тоже должны сделать это посредством каширования, скажем так, влажным, то есть мокрым, или как мы это знаем, агала, то есть в принципе мы выводим посредством кипящей воды, то есть вода, которая кипит, и мы опускаем посуду полностью, можно пускать в эту кипящую воду, таким образом мы кашируем посуду. Обычно, когда мы делаем агала, то есть вот это вот опускание в кипящую воду для посуды, которая была запрещена, мы заботимся о том, что вкус, который впитался, запрещенный посуду, был испорчен. Что такое испорченный вкус? Это после того, как 24 часа проходит после последнего использования кастрюли, вкус, который находится в ней запрещенный, он портится, и он уже не имеет силы что-либо запрещать. В принципе, хотя мы все равно не пользуемся до сих пор кастрюлей, даже если уже вкус испорченный, то есть я сразу предупрежу, в кастрюле это до кашировки пользуется нельзя. Итак, мы обычно кашируем после того, как мы прождем 24 часа после последнего использования кастрюли, которую мы хотим кашировать. Зачем? В принципе, причина этого обычая в том, что мы опасаемся, что может быть в тот момент, когда мы опускаем в кипящую воду посуду, которую мы кашируем, вкус запрещенный выходит, но в этот же момент, когда вода кипит, вкус запрещенный входит назад, в эту же кастрюлю, выйдя в воду и вернувшись. Таким образом, потому что кипящая вода, которая как выводит, так же и вводит. Таким образом, мы, как я сказал, не пользуемся посудой 24 часа перед тем, как мы делаем оголок. Или наоборот, что можем сделать, если у нас нет времени и нет 24 часа, мы можем в кипящую воду налить, не знаю, моющие средства и так далее, которые, скажем так, испортят вкус, входящий в эту воду и, в принципе, он уже не будет запрещен. Это, то, что называется, если впитался вкус мокрым путем. Что же, когда происходит сухим путем, было впитано запрещенный вкус? Причем сухим путем, когда мы говорим, мы имеем в виду, что вообще не было никакой жидкости. Мы имеем в виду, что жидкость была очень минорной. Даже если у вас немного масла на сковородке, это является сухой вид впитывания запрещенного вкуса. Таким образом, когда мы, был запрет, произошел сухим способом, то мы и кашерой, тоже сухим способом, называющимся либун, прокалыванием. Например, если испекли курицу в масле, например, то есть, да, в масле, то есть, да, в сливочном или так далее, испекли на противне, то мы должны, как мы кашеруем этот противень? Этот противень впутал запрещенный вкус, сухим путем через запекание, то есть, в печке, то есть, в духовке, то мы должны лилабен, то есть, мы должны прокалить этот противень, на котором была эта курица. Что мы должны сделать? Мы должны нагреть ее с помощью, скажем так, комфорта или ударного огня, скажем так, если это называется, колбейгаз, или, по-моему, на русском это, по-моему, называется... Я не помню, как называется на русском, но не важно. То есть, в принципе, когда мы берем, когда идет удар огня, то есть, из горелки такой, и мы ей прокалываем, то, в принципе, до какого момента мы должны прокалывать? Прокалываем, пока она не покраснеет и не начнет поднимать искры. Вот это называется либун. В этом случае, кстати, у нас нет никаких опасений, что вкус выйдет и вернется назад. Мы уничтожаем полностью вкус, то есть, он убивается. По этой причине нам там не нужно, допустим, отдраивать посуду или кастрюлю, которую мы собираемся закошировать от всевозможных пятнышек, от остатков еды, оно просто сгорит. А также мы не должны ждать 2-4 часа. То есть, в принципе, то, что делает огола, то есть, либун, то, что делает прокалывание, оно уничтожает абсолютно вкус, который находится в посуде запрещенном. Есть еще 2 пути, которым мы кашируем, которые не являются ни оголой, то есть, да, ни опусканием в кипящую воду и ни либуном прокалыванием. Эти 2 способа называются ируи или либун-каль, то есть, или, то есть, это другой способ. Ируи – это когда мы льем кипящую воду, не опускаем в кипящую воду, а льем в кипящую воду. Сила каширования у поливания кипящей водой слабее, чем, допустим, огола, опускание в кипящую воду. И также есть либун-каль. Либун-каль – это прокалывание, но легкое, то есть, не такое мощное, которое в настоящем либун, потому что это либун-хамур, то есть, серьезное прокалывание. Сейчас мы объясним каждый из них. Например, если посуда была запрещена, начнем с ирую, то есть, да, начнем с ирую, ируют из поливания кипящей водой, допустим, из чаника кипящего. Если посуда стала запрещенной посредством того, что на нее что-то пролилось, то есть, что-то кипящая капла, например, какая-то молочная жидкость или молоко горячее вдруг пролилось на кастрюлю мясную, то есть, да, то есть, не влилось в еду в кастрюлю, иначе, и там мясо туда, иначе смешается, и нужно будет огола, а мы говорим о пролилось на стену кастрюли, то есть, да, горячее кастрюлю, горячее молоко, оно пролилось, и таким образом тут не нужна огола, из-за того, что запрет весь произошел посредством пролития, а не прямого впитывания при кипении, при варке внутрь кастрюли. И таким образом мы можем откошировать эту посуду, на которую нечаянно, на эту пустую кастрюлю, в которой нечаянно пролилось горячее молоко, мы ее можем откошировать без оголы, без окунания в кипящую воду. Мы можем использовать ируй Маймрутфильм, то есть, в принципе, поливание кипящей водой из чайника на то место или на кастрюлю, то есть, да, вокруг ее облить для того, чтобы откошировать. Обычно этот способ поливания ируй, то есть, да, поливание горячей водой из кипящего чайника обычно используют для каширования, скажем так, столов, столешниц, кухонных, скажем так, пространств, на которых обычно, скажем так, не варят или что делают, а, в принципе, ставят горячую посуду, иногда там что-то проливается из них. Это ируй. Последний путь, который мы сегодня разберем, как мы сказали, это каширование посуды посредством либун-каль, то бишь, что называется, легкое прокалывание, назовем это так. Статус, логически, у легкого прокалывания, так называемый либун-каль, он похож на статус оголы, то есть, окунание в кипящую посуду, то есть, по тому же уровню кашировки. То есть, в принципе, он не убивает вкус внутри посуды, он только его вытаскивает из посуды. Но то, что он, да, делает, он сжигает также и мусор, который находится, остатки еды и так далее, на посуде, и поэтому не нужно с ума сходить, выдраивать до конца. И также он не... У меня нет никакой опасности в том, что если вкус выйдет и зайдет назад, потому что он только выходит, он не заходит назад. Что такое либун-каль, во-первых? Лебун-каль, легкое прокалывание, имеется в виду, что мы нагреваем посуду снова с помощью того же автогена, о, вспомнил слово, который забыл тогда, автоген, то есть, вот эта вот горелка, которая бьет огнем, но мы его не доводим до красноты. Мы нагреваем, пока мы не возьмем, допустим, туалетную бумагу, устройство с другой стороны и прикоснемся, она станет черной, она становится, точнее, коричневой, чернеет и, в принципе, загорается. Это достаточно. То есть, не нужно доводить до того, чтобы искры отскакивали от посуды. Но главное, то есть, мы прокалываем с одной стороны, кладем бумагу с другой, и она же проразгорает, вот это и показатель того, что мы нагрели достаточно. По-настоящему либун-каль, то есть, легкое, скажем так, прокалывание, используется не в тех моментах, когда нужно кошеровать тяжелым либуном, то есть, когда мы запретим саму посуду с помощью прожарки, или когда мы запекаем что-то в духовке и так далее. Обычно мы это используем для, допустим, для решеток на кухонной плите, которые... На ПСах мы, допустим, кашируем, то есть, мы тогда используем это. А также иногда мы это используем для больших кастрюй, когда есть большие-большие кастрюли, которые невозможно никак засунуть ни в какую другую кастрюлю кипящей водой, то для того, чтобы хоть кашировать, мы просто используем автоген для того, чтобы пройти. А также есть возможные те места, где мы, да, варим, то есть, да, жидкое, но мы не можем их оторвать, допустим, если вы зайдете на кухни в армии или на кухне, которые есть, скажем, в столовых и в гостиницах, то вы увидите там большие чаны. Эти большие чаны в них варят больше, например. Варить, то есть, кашировать эту посуду посредством оголы, если она стала не кошерной, невозможно, по причине того, что ты не можешь оторвать этот чан и засунуть его в кипящую воду. Поэтому используют для него либун кальту, что называется легкое прокалывание. Это, в принципе, те основы, которые надо знать для всей-все-все вида посуды. Есть частности, есть частные законы, которые тоже нужно изучать, но это правило должно устоять у вас, и тогда вы будете знать, какую посуду, каким способом кошеровать. На этом мы сегодня закончим. До новых встреч!